МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорить мы будем сегодня о Масленице. В общем-то, логично. Началась Масленичная неделя с этого понедельника. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о традициях Масленицы? Русская Масленица – любимый народом праздник. Второй зимний праздник. Закончились святки, и наступает Масленица. Мы знаем, что Масленица – это передвижной всегда праздник. Это связано с постом, с Пасхой. Масленица у нас празднуется за семь недель до Пасхи. Масленичная неделя – это сырная неделя, потому что уже не едят мясо. Едят только молочные продукты. Поэтому и в народной песне поется – сыром гору укатали, маслом гору заливали. То есть вся неделя сырная, масленичная. Каждый день недели имеет свое название. Семь дней – семь названий. Понедельник – встреча Масленица. Приезжает Масленица, все идут на ярмарку за продуктами. Вторник – заигрыши. Так как зимний период – это свадебный период. На святке отыграли свадьбу. И красные горки примечают невест, чтобы перед землепашеньем, перед началом календарного полевого периода обзавестись дополнительными рабочими руками. Поэтому вторник – заигрыши. Ходят по гостям и присматривают себе невест. Свахи присматривают потенциальных невест, чтобы на Масленице же сосватать, а на красную горку после Пасхи сыграть свадьбу. В среда – лакомка. Ходят все, угощаются, готовят вкусные явства. В четверг – широкая Масленица. Самый такой широкий день. И вот в Рязанской губернии именно в четверг начинали Масленицу справлять. Потому что для того, чтобы справлять Масленицу в семь дней, мы понимаем, что нужно быть хорошего благосостояния. Не все могли себе это позволить. И, как принято, с широкого четверга уже все население, как правило, начинает отмечать Масленицу. Пятница – тещины блины. Те зятья, которые в зимний мясоед оженились со своими молодыми невестами, первый раз идут в гости к тещам. Вот там тещи их почуют, теща соблюдает порядок, теща приветлива, теща гостеприимна. Но при этом бывали и казусы. Есть такая песня «Зять к тещи на блины пришел, и все у нее съел». А теща осерчала, и зятя колотушкой излупила. Народная молва все равно иносказательно в песне говорит о том, что взаимопонимания у тещи с зятем не всегда благостные. Суббота – опять семейные гостевания, заловки на посиделки. Тут уже молодые идут к сестрам уже новоявленного мужа. И воскресенье – прощенный день. Уже провожают Масленицу, ходят в церковь, уже не ликуют, не празднуют, а прощаются, просят друг у друга прощения и уходят на Великий пост. Сидит кошка на окошке, вытирает лапой хвост, прошла Масленичная неделя, наступил Великий пост. Вот так поется в Рязанской Масленичной календарной песне. Замечательно. Вы знаете все традиции. Я думаю, не все рязанцы знают об этом. Но, тем не менее, мы чувствуем приближение весны, мы чувствуем вот это праздничное настроение. Расскажите, пожалуйста, Рязанская филармония. А каким образом поучаствуют в праздновании Масленица? Мы знаем, что у Рязанской филармонии есть такие великолепные коллективы народно-певческие, как Рязанский государственный академический русский народный хор, коллектив народных инструментов «Парафраз», заслуженная артистка России Лариса Голикова. То есть те артисты, которые в своем творчестве очень тесно соприкасаются с народными традициями. И вот уже третий год Рязанская филармония инициирует такой концерт, просветительский концерт праздничной «Широкая Масленица филармонии». Сборный концерт, где почти все коллективы и артисты филармонии принимают участие. И сама тематика концерта посвящается Масленице. Вот если первый год мы рассказывали о традициях Масленицы в целом, в том году у нас Масленица была посвящена ярмарке, и мы говорили о ярмарочных традициях, то есть сюжет концерта выстраивался на ярмарочных масленичных традициях. И в этом году наш третий концерт вот этого проекта «Широкая Масленица филармонии» мы это объединили под тематикой «Масленица купеческая». Опять же, почему купеческая? Всем известно, что камерный зал Рязанской филармонии расположен в старинном здании гостиного двора, который изначально был купеческим гостином двором, и строили его купцы, были торговые палаты. И поэтому вот такая связь времен, связь истории, мы решили эту тему посвятить купеческой Рязанской Масленице. Расскажите чуть подробнее, какие коллективы примут участие, что смогут увидеть рязанцы на этом концерте и услышать? В этом году в программе «Широкая Масленица филармонии» несомненно, государственно-академический рязанский русский народный хор, заслуженная артистка России Лариса Голикова, которая совершенно недавно отметила свой юбилей творческой деятельности, квартет русских инструментов «Парафраз» и солистка Елена Бородкова. Академическая певица, но мы выстраиваем так сюжет сценарной программы, что будет понятно, почему академическая музыка звучит именно в этой программе. Потому что купеческие сословия любили обучать своих дочерей игре на фортепиано, светским манерам, романсам. Поэтому участие этой исполнительницы именно в романсовом жанре обусловлено в этой программе. Также наш вокальный инструментальный ансамбль «Братцы и рязанцы» примут участие. Детская студия рязанского хора будет встречать всех гостей перед началом программы. Вообще вот эта наша программа концертная, она предусмотрена и предназначена для семейного просмотра. Она будет интересна и малышу трехлетнему, и пожилому человеку. Поэтому мы будем очень рады, если рязанцы, нагулявшись днем на празднествах, которые будут проходить на площади Ленина, походив по ярмарке, в пять часов вечера придут к нам в филармонию. И они окунутся в атмосферу праздника. И самая интересная, я считаю, у нас находка такая проектная – это «Богатырские блины». Наши артисты талантливы не только в жизни, талантливы и в быту. И поэтому у нас будет такой интерактив, как «Богатырские блины» от трех богатырей рязанского хора. Возглавляет это трио заслуженный артист России Владимир Ивашкин. Также вместе с ним будут выпекать блины Станислав Ивкин и Олег Фазлеев. Это наши артисты-вокалисты. Но они при этом очень большие кулинары, талантливые. Мы организуем им стол для выпекания блинов. У них у всех свои рецепты. Вот я знаю, например, Станислав Ивкин выпекает блины по какому-то сараевскому рецепту. Он родом оттуда. У Владимира Николаевича тоже свой рецепт, который он никому не открывает. И Олег Фазлеев, он, кстати, по первому образованию у нас повар-кулинар, тоже продемонстрирует свои таланты. И вот это прилюдное выпекание блинов – мастер-класс от наших артистов. Все могут понаблюдать и отведать блины, приготовленные ими. Это будет в фойе. А также в фойе будут разыграны народные игры, песни нашей детской студии. Тоже в них могут принимать участие все от мала до велика. Они подходят и малому, и старому. Поэтому очень всех ждем к нам на концерт. Мария Юрьевна, расскажите, пожалуйста, только три года назад вы начали так широко отмечать Масленицу Рязанской филармонии. Как вообще появилась идея устраивать гуляние в том числе и у вас? Искали новые формы концертные. То есть хотели отойти от классического концерта, только рязанского хора. Опять же, это хорошая возможность соединить в одном концерте наши все творческие силы. То есть концерт, в данном случае, вот наш концерт, который пройдет в субботу, он будет в одном отделении, где-то час пятнадцать. У нас был опыт в прошлом году. И по опыту час тридцать это было многовато, было тяжело зрителям смотреть. А вот сейчас пятнадцать, и вот возможность в одном концерте соединить все наши творческие силы, различные формы, тем более тема, она очень благодатная для наших артистов, для сценарного содержания этой программы. И, несомненно, первая задача была – новый концертный продукт. То есть чем еще удивить зрителей? Можно было бы, конечно, просто концертом бризанского хора, но мы знаем, у них очень много знаковых концертов в течение всего сезона, а тут именно преподнести такой вот необычный, в необычной форме подать концертный продукт. Тем более мы знаем, что праздник это очень любят. Мы знаем, что у нас в городе есть много студентов-иностранцев. Мы помним, что на первый концерт нам привели из медицинской академии целый курс, много туристов. Поэтому полагаем, что должно быть интересно и не только для жителей города, но и для гостей нашего города. И тем более в субботу такое удобное время. По опыту предыдущих лет все-таки кто чаще к вам приходит? С семьями или, может быть, люди более уже такого серьезного возраста? Первый концерт, да, это были такие солидные возрастные люди. А в прошлом году, причем первый концерт мы проводили в зале камерной музыки, а прошлый год мы попробовали в большом зале, и мы увидели весь социальный спектр, что было очень приятно. И молодежь была, и детки были, и пожилые были, и солидные дяденьки были, которые с удовольствием уплетали блины. То есть, собственно говоря, чего и добивается филармония, чтобы она стала открытой для всех. Я так понимаю, что широкая Масленица, она уже, можно считать ее традиционной, да, третий год, скорее всего, и дальше вы будете эти концерты проводить. Есть какие-то задумки, каким образом она может трансформироваться в будущем, именно вот этот концерт? Да, мы уже планируем, кстати, Масленицу, следующий юбилейный 80-й концертный сезон уже запланирован, он даже уже в продаже, и в плане у нас есть проведение этого концерта. Но мы думаем несколько о другой форме, чтобы не приелась вот эта большая концертная форма, потому что люди тоже насыщаются, зритель насыщается. В этом году у нас будет опыт сотрудничества с представителями народных художественных промыслов. Масленица – это всегда ярмарка, и мы пригласили, но мы даже пригласили больше как с целью популяризации народных промыслов. Мы пригласили Рязанский оберег, наше образовательное учреждение, детская выставка будет организована. Мы пригласили очень интересных девушек из Шатского района с травяными рязанскими чаями. И также у нас будет партнерское взаимодействие с музеем Рязанского леденца. Может быть, не все рязанцы знают, что в Рязанской филармонии есть тоже интерактивный мини-музей «Рязанские хоромы». И мы приглашаем наших тоже партнеров, чтобы и обменяться опытом, и, собственно говоря, надо друг другу помогать. И мы их приглашаем. И в качестве разнообразия программы они будут тоже у нас показывать свое мастерство, мастер-класс, свою продукцию, в том числе и прополяризируют свою деятельность, как одна из таких туристических ярких событийных точек нашего города и области. Мария Юрьевна, вот у вас сейчас есть возможность пригласить рязанцев на ваш концерт, на Широкую Масленицу. Если можно озвучить еще раз, во сколько, где, когда? Уважаемые дорогие рязанцы, Рязанская филармония поздравляет вас всех с Широкой Масленицей. И мы очень ждем вас в субботу, 17 февраля, в 17 часов в концертном зале филармонии на нашей праздничной программе «Широкая Масленица» в Рязанской филармонии. Наверняка будет солнечный день, вы все нагуляетесь, находитесь на ярмарке, и вам будет приятно окунуться в теплую, музыкальную, традиционную, народную атмосферу, которую Рязанская филармония с удовольствием будет для вас создавать в этот день. Приглашаем вас на Широкую Масленицу в Рязанской филармонии. Спасибо большое, Мария Юрьевна, что нашли время сегодня к нам прийти. Спасибо за тот праздник, который вы устроите для рязанцев. Желаем вам побольше гостей. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова